Добрый день. На ваш взгляд, хватит ли у Пригожина сил, чтобы атаковать Киев с севера, если он все-таки появится в Белоруссии? Реалистичен ли сценарий, описанный бывшим главой Генштаба Великобритании генералом Данетом? Смотрите, такой сценарий, я считаю, крайне маловероятный, потому что даже если мы представим, что... Ну, точнее, не представим, а все те силы, которые на сегодняшний день есть в распоряжении террориста Пригожина, мы увидели во время вот этого вот абсолютно непонятного марша на Москву. В общем-то, сил там не так уже много, техники тоже там было не так уже много, а с учетом тех количества сил и средств, которые сейчас прикрывают вот этот вот восточный фланг Украины, прежде всего территории с Белоруссией, мы можем увидеть, что... Ну, этих сил ему однозначно не хватит. Теоретически, возможно, ему пообещали, что ему дадут возможность, скажем так, совершить вот этот свой крестовый поход, то есть, ну, то есть, приехать в Беларусь, Беларусь ему разрешат, например, развернуть определенные там учебно-тренировочные центры, там саккумулировать, ну, собственные войска. Но почему я думаю, что это будет крайне маловероятно? Потому что, ну, объективно, диктатору Украшенко у себя на территории, у него уже есть своя армия, которую, мне кажется, он с опаской контролирует. У него есть русская армия, которую он вообще не контролирует. И ему сейчас еще третье такое вооруженное формирование разместить на своей территории, которая вообще никому не подчиняется, кроме Пригожина. Это очень небезопасно. А Украшенко, он, ну, не любит, скажем так, он не любит допускать такие фривольности на своей территории, потому что для него это опасность. Я, плюс, мне не было информации о том, что кроме Пригожина каким-то частям его вооруженных формирований разрешат перебазироваться в Беларусь. Была информация о том, что они уходят обратно в свои полевые лагеря, которые размещены на территории Ростовской области. И не более того. А сам Пригожин улетает в Беларусь. Возможно, что дальше из Беларуси это будет, ну, нет, почему-то кажется, вполне может быть. Это будет определенный трамплин. И дальше он, например, переместится обратно к своим подразделениям, например, в ту же Африку. И таким образом, скажем, был достигнут просто, ну, как всегда в России, знаете, обычный договорняк. О том, что мы не трогаем вас, а вы прекращаете. Соответственно, по бойцам ЧВК Вагнер была допущена амнистия. Я так понимаю, что им разрешили не подписывать вот эти обязательные контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Часть, я думаю, что подписала контракты. И вот на этом плюс Пригожин получил, возможно, личные гарантии по безопасности своей и своей семьи. И, в общем-то, возможно, также определенное материальное вознаграждение за то, что он не продолжит свой условный крестовый поход на Москву. И, в принципе, это его устроило. И поэтому вся эта история была свернута. Но не думаю, что это все ее последствия. Я думаю, что последствия ее будут развиваться дальше, будут более глубокие. И вот за этими последствиями мы будем наблюдать. Сейчас я хотел перейти к ситуации в Украине. Я процитирую официальные сводки. За сутки прошли на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров. Вот это сообщил спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Также украинская армия освободила плацдарм на левом берегу Днепра напротив Херсона. Российские уже зет-журналисты заявили о потере контроля над подходами к Антоновскому мосту. Воспользовались ли украинские военные мятежом в России, чтобы продвинуться вперед? Либо эти вещи абсолютно не связаны с Пригожинским мятежом? Смотрите, вообще никак не связано. Потому что не было информации о том, что были слухи, что некоторые подразделения русской армии готовы сняться с линии фронта, с линии соприкосновения. При условиях, когда же они пытались выйти на контакт с нашими вооруженными силами. При условии, что их там не будут тронуть, они просто собираются и уезжают в Россию. Но такого не случилось. Де-факто ни одной такой ситуации на линии фронта не произошло. Все наши продвижения, все наши успехи, в том числе плацдарм на Левом берегу, это все результат методичной и очень тяжелой работы вооруженных сил Украины. В общем-то, для линии фронта Пригожинский мятеж не сделал ни холодно, ни жарко. Там как шло противостояние, так оно и продолжалось. Также я хотел бы вернуться к тревозным новостям последних дней. Российские оккупанты заложили взрывные устройства возле шестого и четвертого, возле четырех, простите, из шести энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявляла украинская разведка. Россия завершила подготовку к теракту. Так вот заявлял также представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Наблюдается ли какая-то реакция со стороны западных стран? Поскольку информация о теракте прежде всего была направлена международному сообществу. Как международное сообщество может предотвратить теракт на Запорожской атомной станции? Смотрите, к сожалению, мы видели делегацию МАГАТЭ на прошлой неделе, в которой ее руководитель сказал, что он мин не увидел на станции. Ну, естественно, русские оккупанты приведут его и скажут ему, вот смотрите, видите, вот это мы как раз прекрасно заминировали. Ситуация вообще выглядит, знаете, фантасмагорической, с точки зрения колоссальной угрозы, которую несет такие действия для вообще всей Европы, для России в том числе. При этом я не думаю, что оккупанты будут, ну, скажем так, заложат взрывчатку и будут использовать ее таким образом, чтобы там спровоцировать, например, реакцию схожую, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции, для того, чтобы, ну, действительно, скажем так, создать взрыв, который будет, по сути, ядерным взрывом. И мне кажется, что их теракт будет, прежде всего, направлен исключительно на разрушение самой станции, плюс, возможно, локальное экологическое загрязнение, которое будет вызвано утечкой ядерного топлива, но при этом без, по сути, ну, взрыва, ядерного взрыва, то есть последовательной термоядерной реакции, что все равно нанесет и для экологии в этом регионе очень, ну, колоссальный ущерб. И в том числе на будущее для Украины создать колоссальный экономический ущерб, так как, опять-таки, повторимся, это самая современная и самая большая атомная электростанция в Европе. Большое спасибо, Алексей, за ваш комментарий. Вот то, что вы только что сказали. Возможное даже повреждение атомной электростанции и необходимость удалить из, допустим, разрушенных энергоблоков ядерное топливо может занять, как в Чернобыле, десятилетия. Так что это действительно очень большая проблема. С нами на связи был Андрей Крамеров, военный эксперт, офицер резерва вооруженных сил Украины.